Январь, день 13, 26 января по новому стилю. Преподобный Елиазар Анзерский. Преподобный Елиазар Анзерский был родом из города Козельска, из купеческой семьи по фамилии Севрюкины. Получив благословение от родителей, он удалился в Соловецкий монастырь и там принял постриг от игумена, преподобного Иринарха. В монастыре он обучился резьбе по дереву и там раскрылся его необыкновенный художественный дар, который проявился в его трудах по украшению Преображенского собора. В 1612 году, получив благословение игумена, преподобный Елиазар удалился на Анзерский остров, где, став отшельником, он пребывал в молитве и богомыслии. Живя на пустынном острове, преподобный вырезал деревянные чашки и оставлял их на пристани, получая таким образом пропитание. Люди, проплывавшие мимо острова, забирали чашки, взамен оставляя припасы еды. В 1616 году преподобный Елиазар был пострижен в схему. Вокруг преподобного стали собираться другие иноки, и они образовали скит со строгим уставом по древнему образцу, где монашеские кельи были построены далеко одна от другой, а отшельники собирались вместе только на субботние и вечерние богослужения. В скиту иноки сочетали келейную молитву с тяжелым телесным трудом. Одним из учеников преподобного Елиазара был священномученик Никита, будущий патриарх Никон. Царь Михаил Феодорович, будучи наслышан о подвижничестве святого, призвал его в Москву, где преподобный Елиазар предрек рождение его сына, и где царь щедро одарил его и помог в устроительстве каменного храма во имя Пресвятой Троицы и обители на острове. Преподобный Елиазар также занимался книгописанием, составив и переписав три книги цветника, включив в них старинные повести. Он также составил толкование начинки лейного монашеского правила. Преподобный Елиазар отошел ко Господу в глубокой старости.